В Законодательном собрании Ульяновской области состоялось очередное 59-е заседание. Парламентарии рассмотрели поправки в закон об областном бюджете и распределили по статьям дополнительно поступившие 1 миллиард и более 600 миллионов рублей. Общий объем доходов областного бюджета в 2022 году составит более 83 миллиардов рублей. А расходная часть бюджета увеличится на 1 миллиард 666 миллионов рублей. Будут заведены дополнительные федеральные денежные средства, поступившие в Ульяновскую область, 1 миллиард 666 миллионов рублей. Они будут распределены по Министерству здравоохранения, ЖКХ, образования, культура, Министерства спорта, практически все исполнительные органы государственной власти. Более 273 миллионов рублей направят Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства. Министерство просвещения и воспитания региона более 260 миллионов. Из них 60 будет направлено на обеспечение бесплатным питанием учащихся областных образовательных учреждений, предоставление субвенции родителям на возмещение родительской платы 50 миллионов рублей, оплата коммунальных услуг областными учреждениями 39,7 миллиона рублей, субсидии частным образовательным организациям 38 миллионов рублей. Министерству здравоохранения выделят более 164 миллионов рублей на обеспечение больниц и льготных категорий граждан лекарствами, изделия для реабилитации и другие статьи. Министерство финансов получит более 98 миллионов рублей. Министерству физической культуры выделят более 61 миллиона. Более 41 миллиона – Министерству семейной и демографической политики и социального благополучия. 20 миллионов рублей поступит Министерству природы и декличной экономики. Более 8 миллионов – Минкульту. Депутаты также приняли в двух чтениях изменения в закон о единовременной социальной выплате ульяновцам, занятым в сфере IT и авиастроения на первый взнос по ипотеке. Непосредственно с самого увеличения произойдет в случае принятия со 150 до 250 тысяч рублей. Чем это обусловлено? Мы видим, что банки при требовании внесения первого взноса подняли условия и увеличили с 10 до 15%. И также мы видим общее удорожание от жилья. И, соответственно, увеличение до 250 тысяч рублей первого взноса по ипотеке позволит внести не менее 80% при покупке однокомнатной квартиры и порядка 50% при покупке двухкомнатной квартиры. На заседании парламентарий также заслушали отчет о работе законодательного собрания Ульяновской области по итогам первого полугодия 2022 года. Председатель областного парламента Валерий Малышев подвел итоги работы депутатского корпуса за 6 месяцев. Отмечу, что пополнялась казна за счет не только федеральных средств, но и собственных доходов, которые за полгода добавили в бюджет 1 миллиард 606 миллионов ульяновских рублей. Это неплохо. Однако пока не получается возвращение в жизнь ульяновцев социального оптимизма, заявленной исполнительной власти на текущий год. Причины вполне объективны и, несмотря на трудности, в целом обязательства перед малозащищенными группами населения законодательной исполнительной власти выполняют. В двух чтениях депутаты проголосовали за внесение изменений в закон Ульяновской области об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов. Изменения приняты и поддержаны всеми без исключения парламентскими фракциями. Валентина Никонова, Герман Баранов, Уллправда ТВ.